Где-то в райских кущах Урэлл тихо плачет от зависти. Российская действительность переплюнула самые смелые его фантазии. И дело не только и не столько в событиях, сколько в их трактовании. Какой-то совершенно запредельный цинизм. Нам второй день рассказывают, как это подло призывать людей выйти на несогласованный митинг, как это низко вводить молодежь в заблуждение и подвергать опасности. То есть воровать не подло, врать не подло, запрещать без какой-либо причины совершенно легитимное мероприятие не подло, лупить подростков и таскать по асфальту стариков и женщин не подло. А вот призывать к мирному протесту против доказанной, очевидной, повальной коррупции – это подлость и преступление. Вот этот аргумент про серьезную опасность вызывает отдельное недоумение. Их на войну, что ли, позвали? Или все-таки просто выйти на улицы города, считающего себя цивилизованным, в стране, считающей себя демократической? Вот эти умники, кричащие про провокацию, заблуждение и опасность, даже не поняли, как своими высказываниями лишь подтвердили, что общение с российскими правоохранителями в кавычках – дело непредсказуемое и реально опасное. Кроме того, многие реально считают, что статус «несогласованный», недавно изобретенная панацея от любых неприятной власти мероприятий, дает ей полный и безоговорочный карт-бланш на применение любой силы. У меня вопрос к тем, кто называет прошедшую в Москве акцию провокацией и оправдывает действия властей. Вас не смущает, что вся эта концепция «согласование митингов» изначально противоречит основному закону страны, гласящему «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и педитирования? А что, если завтра вас заставят согласовать другие ваши права, напрямую предусмотренные Конституцией, ну, например, пока граждане и неграждане, находящиеся над территорией РФ, имеют право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства? А чего бы не ввести требования получать разрешение властей каждый раз, когда хочешь переехать или даже просто отправиться в отпуск? Или вот еще, каждый вправе иметь имущество, в собственность владеть, пользоваться и распоряжаться им? Завтра они потребуют приносить справку о судимостях, характеристику с места работы и рекомендацию от соседей, чтобы решить, достойны ли вы на приобретение новой квартиры или нового дивана. Или снова ведут уголовную статью за тунецтво, несмотря на провозглашаемую Конституцией свободу труда. Вот они все это введут, и у вас даже возразить законно нечего, потому что они не согласуют ни одну вашу акцию. Вы этого не хотите, госпожа Меньшова? Весь этот пост, собственно говоря, комментарий на высказывание Юлии Меньшовой по избуке. Вот он. Какая дешевая и безответственная политическая подлость произошла сегодня в Москве. Офигенный ход, конечно. Осознанно вывести тысячи людей, почти детей, на априори несанкционированный митинг, понимая, чем это чревато, отдавая себе полный отчет о возможных последствиях. Запредельный цинизм. Вершина. Редкая скотина этот борец за правду и торжество справедливости оказывается. Собственно говоря, разве можно было от Юлии ожидать чего-то другого? Дамочка просто гнездится на первом канале российского телевидения. И мы прекрасно понимаем, что все, абсолютно все присутствующие в том информационном пространстве проданы с потрохами. Поэтому прошу вас, не удивляйтесь, если очередной ведущий, даже очень симпатичный, начиная от Урганта, Познера и кончая любым даже самым симпатичным КВ-шником. Все они проданы этой пропаганде. Все они продались с потрохами. Никому из них нельзя доверять. Никому без исключения. Точка.